Всем привет! И сегодня хотим познакомить вас с такой интересной породой, как померанский шпиц. Герой нашего сегодняшнего видео померанский шпиц патрон, ему 10 месяцев и у него рыжий кваст. Померанский шпиц относится к разновидности немецкого шпица и, в принципе, у двух этих пород есть некоторые различия. Если вы обратите внимание, шерсть померанского шпица более пушистая, в ней много подшерстка, она набитая, мордочка у померанских шпиц более короткая. Если же мы говорим о немецком шпице, они немного крупнее, преобладает остевая шерсть и мордочка более лисья, более вытянутая. В холке померанский шпиц может достигать 22 см. Вес также варьируется от 1,5 кг до 5 кг. То есть, в принципе, маленькая декоративная порода, которая может вот так вот компактно размещаться на ваших руках. Название померанский шпиц произошло от региона, то есть от провинции в Германии. Если говорить об окрасах, то здесь очень широкая палитра, поэтому каждый ценитель породы найдет себе окрас по вкусу. Иногда вот такие вот могут быть дополнения в виде вот таких вот цветных хвостов, но в целом порода очень красивая и самодостаточная и не требует каких-то вмешательств. Если говорить о характере породы, то в принципе собачка довольно веселая, активная, жизнерадостная, но со своим характером, со своим мнением. И часто, если вы не уделяете внимания воспитанию собаки, со шпицем могут быть проблемы. Потому что собачка, несмотря на свой маленький рост, может доставить большие проблемы. И очень часто именно с декоративными породами собак так случается, что люди, когда заводят себе вот такую маленькую собачку, считают, что это просто дополнение к их интерьеру, либо к аутфиту, но никак не рассматривают это как живое существо, как хищника, хотя и такого маленького. И собственно отсюда начинаются проблемы. Это покусывание, это полностью отсутствие какого-то контакта с собакой и в общем все-все-все, что этому сопутствует. В целом, если говорить о воспитании и обучении шпица, то здесь, как ни странно, больших проблем не будет. Порода достаточно интеллектуальная и неплохо справляется с обучением, поэтому если вы вовремя начнете тренировать свою собаку, обучать ее каким-то навыкам и объяснять правила поведения в доме и на улице, вы мирно проживете жизнь и получите максимальное удовольствие от присутствия собаки в доме. Единственный момент, как и все маленькие собачки, шпицы очень любят показывать свой голос, нежный очень, очень нежный, но голосистый, поэтому будьте готовы к тому, что собака может прерывать тишину и, собственно, исполнять вам сиренады. Небольшой фрагмент мы вставим и покажем, как это выглядит. Самое главное, когда вы заводите себе шпица, просто не забывать о том, что это тоже собака и ей тоже нужно заниматься, ей нужно объяснять, как все устроено в этом мире и, собственно, объяснять какие-то основы дисциплины и находить взаимопонимание с вашей собакой. Итак, кому же подойдет такая собака? Самая большая ошибка – это выбор подобной собачки для детей, потому что часто родители рассматривают маленькую собачку как хороший вариант для того, чтобы ребенок начал общаться с животным, и здесь у нас возникают первые проблемы. Хоть собачка и маленькая, но у нее есть зубы, у нее есть свое мнение, есть право на свое пространство и так далее, поэтому часто здесь возникают проблемы. Маленького пушистого зверя ребенок часто рассматривает как игрушку и пытается проверить, а крепко ли ушко здесь пришито, а что носик, можно его оторвать или нет, и все остальное. То есть проверяет на прочность собаку, делает какие-то, возможно, не совсем приятные движения. И собака может ответить на подобное поведение, и часто, конечно же, это приводит к тому, что ребенок пугается, родители злятся на собаку, и, в общем-то, появляются проблемы в семье. Поэтому эта собака подойдет для семьи с детьми, но которые уже постарше, там, допустим, 15+, в целом для активных людей, которые могут брать свою собаку везде с собой, потому что шпиц очень привязывается к своим владельцам и хочет максимально проводить время с ними. Дома такой собачке одной сидеть скучно. Размер собаки позволяет брать ее с собой, возить в машине и так далее. И в целом, если у вас стабильная нервная система, и лай и писк собаки утром, например, вас не приведет в какое-то неконтролируемое состояние. Кроме этого, будьте готовы к тому, что если у собаки будет недостаточно социализации, ваша собачка маленькая будет лаять на все, что движется на улице. Чаще всего это большие крупные собаки, и, в общем-то, такую собачку не остановит размер. Того, на кого она лает, да, поэтому тоже будьте готовы к тому, что если вы не социализируете собаку и не объясните, как вести себя на улице, лаем будет сопровождаться еще и ваша прогулка. И самое главное, не доведите до того, чтобы ваша собачка залезла вам на голову. Им очень удобно на вашей голове, поверьте, это лучшее положение, которое может занять собака. Пожалуйста, не делайте так. Если мы говорим об уходе за этими собаками, то здесь нужно будет потрудиться, потому что, как вы видите, шерсть длинная, шерсть набитая, и она требует ухода. Визит к грумеру вам рекомендован раз в 2-3 недели. Если вы не хотите заниматься вычесыванием дома, то, возможно, даже чаще, потому что шерсть мягкая, такая вот ватообразная, и очень часто образуются колтуны за ушками, где-то там на животике. Поэтому расчесывание обязательно. Поэтому расчесывание обязательно. Кроме этого, собаке нужна стрижка. Но здесь есть очень важное правило. Собаку стригут исключительно ножницами и не коротко, потому что данный тип шерсти не рассчитан на то, чтобы стричь собаку машинкой. И часто, когда вы видите выстриженного шпица, как льва, вот здесь такая красивая грива, вот здесь все такое лысенькое, а дальше после такой стрижки шерсть растет очень плохо, начинаются проблемы с кожей, поэтому ни в коем случае коротко под машинку мы шпица не стрижем. Когда вы заводите такую собачку, будьте готовы к тому, что вас ждет серьезная линька 2 раза в год минимум. Собака набита шерстью, ее много, и, соответственно, сейчас зима, на лето собачка будет сбрасывать свою прекрасную шубку, и подшерстка будет становиться намного меньше. Кроме этого, стандартная процедура, мы следим за когтями, мы следим за состоянием глаз, ушки. По глазам есть тоже моменты, вот светлые оттенки пород. Часто, если есть какие-то неналаженные процессы пищеварения, может быть, аллергия, появляются вот такие вот слезные следы. Есть специальные средства, которые убирают эти следы, либо же все-таки понять, от чего текут глазки, и устранить данный продукт, либо аллерген. Обычно делается гигиеническая стрижка, то есть животик, красиво под хвостиком все делает мастер. Вот, и раз в месяц, в принципе, можете укорачивать вот эту вот шерсть, но никаких коротких стрижек. На лето особенно, есть часто такое мнение, что вот на лето собачке, чтобы не жарко, нужно коротко ее постричь, и будет все прекрасно. К сожалению, так это не работает. Наоборот, собака без шерстяного покрова нагревается намного быстрее, и от жары страдает намного больше. Часто мы встречаемся с заводчиками, которые рекомендуют приучать декоративные породы собак к пеленке, мотивируя тем, что данная собака не может терпеть и ходить на улицу. На самом деле это не так, вы сами решаете. Если у вас нет желания заниматься приучением к туалету на улице, много времени гулять с вашей собакой, конечно, вы можете положить дома пеленку. Но тут стоит задуматься, а нужна ли тогда вам собака, если вы не хотите проводить время с ней. В принципе, собаки типа шпиц могут приучиться ходить в туалет на улице, и делают это прекрасно, и терпят от прогулки до прогулки. Единственное, что стандартное количество прогулок для таких собак будет не две, а три в день. Если у вас дома вот такая вот маленькая прекрасная собака, и вы не знаете, как же все-таки правильно воспитать такого питомца, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. У нас существует услуга «Трансфер по всей Украине», то есть мы можем забрать собачку из любого города Украины и доставить к нам в школу, обучить здесь и вернуть вам воспитанного питомца. Поэтому, если вас заинтересовало данное предложение, набирайте по этому номеру телефона и узнавайте все подробности. Что важно знать, когда вы берете такую собачку, что это живое существо, что оно требует внимания, собаку нужно выгуливать, собачку нужно кормить, собачку нужно обучать чему-либо, и тогда вы получите воспитанного питомца, который понимает вас, знает, как вести себя в обществе, и в целом будет радовать вас. Не заводите собаку только потому, что вы где-то увидели на картинке, вы не до конца понимаете, что такое, когда у вас дома есть собака, и не покупайте собаку как аксессуар для того, чтобы делать просто классные селфи. Если говорить все-таки о каких-то особенностях, то здесь стоит обратить внимание на аллергию, потому что часто у светлых собачек, особенно если это белая, вот такая кремовая расцветка, такие собаки часто склонны к аллергии, поэтому постарайтесь сразу же определить, если есть какие-то проблемы. Возможно, у вашей собаки резко начала выпадать шерсть не в сезон, возможно, у вас появились вот такие вот слезки, которые окрашивают шерсть, возможно, у вас высыпания какие-то есть на животике. Обращайте на это все внимание, просматривайте свою собаку, и в целом все будет хорошо. Планово ходите к ветеринару. Эту породу собак из всех декоративных пород я бы рекомендовала. И кроме этого, мало того, что собака склонна к аллергии, часто на шпицев, если люди страдают аллергией на собак, шерсть очень активная, много пуха, поэтому людям с аллергией, либо, возможно, у вас нет аллергии на собак, но вы в целом предрасположены к аллергии, будьте осторожны. Возможно, лучше поискать вариант собак с гипоаллергенной шерстью. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел данное видео, кто интересуется породами собак. А с нами был наш прекрасный патрон, и с вами была инструктор школы для собак Дред Оля. Если вам понравилось видео, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик и пишите комментарии, потому что это самая интересная часть после того, как выходит видео. Мы обязательно их читаем и с удовольствием отвечаем вам в комментариях на ваши вопросы. А мы с вами прощаемся и до встречи в следующем ролике.